Пятый класс, первая серия. Нам нужно сосчитать яблоки. Для счёта предметов используются натуральные числа. Мы обычно пользуемся десятичной системой счисления. Счёт идёт десятками. Давайте сосчитаем яблоки. Первый десяток, второй, третий, четвёртый. В данном случае четыре десятка. Сорок яблок изображено на картинке. Для счёта предметов используются натуральные числа. А записываются эти числа при помощи специальных знаков, которые называются цифры. В десятичной системе счисления десять цифр. От одного до девяти и ноль. Если число записывается одной цифрой, оно называется однозначное число. Девять однозначных чисел. Если число записывается двумя цифрами, то мы такие числа называем двузначные числа. Сколько же двузначных чисел? Наименьшее – десять, наибольшее – девяносто девять. А всего их девяносто. Девяносто девять минус девять. Минус однозначное. Числа, которые записываются при помощи трёх цифр, это трёхзначные. От ста до девятьсот девяносто девяти. А в общей сложности их девятьсот. Из наибольшего трёхзначного нужно вычесть однозначные и двузначные. Получится ровно девятьсот. Четырёхзначные числа записываются при помощи четырёх цифр. Наименьшее – тысяча, наибольшее – девять тысяч девятьсот девяносто девять. В десятичной системе счисления число десять является основанием системы счисления. Каждая следующая разрядная единица в десять раз больше. Десяток – это десять единиц. Сотня – это десять десятков. Тысяча – это десять сотен. Один миллион – это тысяча тысяч. Один миллиард – это тысяча миллионов. Так, посмотрите, пожалуйста, в таблице представлены классы и разряды десятичной системы счисления. Система счисления называют ещё позиционная, потому что очень важно, какую позицию имеет каждая цифра. Если мы поменяем цифры местами, число может получиться совершенно другим. Итак, класс единиц содержит три разряда. Разряд единиц – десятков сотен. Затем идёт класс тысяч – тоже три разряда. Единицы – десятки сотни. Класс миллионов – единицы – десятки сотни. Класс миллиардов – единицы – десятки сотни. То число, которое записано в таблице – это пятнадцать миллиардов девять миллионов семьсот четыре тысячи шестьдесят. Одиннадцатизначное число. Любое число можно представить в виде суммы разрядных слагаемых или разложить по разрядам. Например, двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят один. Вот число мы представили в виде суммы разрядных слагаемых. Так, теперь посмотрите, пожалуйста, внимательно вот на эти числа. Что мы можем сказать про каждое из них? Первое число – это пятизначное число, которое записывается различными цифрами. Причём цифры идут в порядке возрастания, и это последовательные цифры. Второе число. Цифры идут в порядке убывания. Тоже все цифры различные. Каждая следующая на два меньше. Третье число. Цифры идут в порядке возрастания. Каждая следующая на два больше. Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять. Это число пятизначное. Записывается при помощи одной и той же цифры девять. Пять раз повторяется цифра девять в записи числа. Цифры в десятичной системе счисления, всего их десять, бывают чётные, а бывают нечётные. Чётные цифры 0, 2, 4, 6, 8 – нечётные. 1, 3, 5, 7, 9. Половина чётная, половина нечётная. Если число оканчивается на чётную цифру, оно делится на 2. Если на нечётную, на 2 не делится. Продолжение следует...